Уважаемые коллеги, спасибо всем, кто пришел, спасибо организаторам за то, что позвали. Вот морфологические методы анализа изображений и других данных действительно очень широкая такая тема. Ну, собственно, о каких данных мы говорим? Вот здесь имеются в виду любые пространственно распределенные данные. Я здесь использовал иллюстрации из докладов моих уважаемых коллег, там разных лет. Ну, вот, например, двумерные фигуры. Это вот из работы Леонид Мастевич-Мистецкого. Разного вида пространственные сцены. Когда мы на них смотрим, то возникает вопрос, как описать форму, или хотя бы как установить, что форма-то одна и та же. В общем, более-менее интуитивно понятно, что у приведенных групп изображений форма одна и та же. Ну, вот как бы это показать, доказать, установить? Ну, на самом деле, речь может идти о трехмерных объектах, всевозможных поверхностях, вот чем угодно. Наконец, совершенно о многомерных данных, где мы рассматриваем какие-то облака точек, кластеры. Вот с чем нам приходится сталкиваться. Любые пространственно распределенные данные имеют какую-то форму. Ну, вот, как я уже в анонсе своего доклада пытался коротко сформулировать, форма, как интуитивно нам понятно, это некие такие особенности пространственно распределенных данных, которые сохраняются при каких-то типах их преобразования, или такие, которые характерны не для одного экземпляра данных, а для какого-то их класса или множества. Если бы мы понимали, что такое форма, то мы, наверное, могли бы разобраться с очень многими практическими задачами. Но вот что такое форма, это такой вот челлендж. На самом деле, это, может быть, один из самых древних таких челленджей, которые, ну, видимо, первыми обнаружили древние греки, отсюда произошла диаметрия, потому что первая формализация идеи, что такое форма данных, это вот те фигуры, с которыми Мелли делал древние геометрии. Как мы понимаем, это достаточно, на самом деле, мощное произведение человеческого разума, которое обеспечило работой математиков на очень долгое время. Но при этом понятно, что это довольно жесткое все-таки определение, что такое форма. Далеко не все формы можно описать как какие-то многоугольники, уж тем более правильные, и относительно которых известны какие-то теоремы. Поэтому дальше по ходу развития науки возникало множество разных определений формы, и при этом, ну, наверное, предельным таким максимально гибким определением формы является, ну, скажем, топология. Ну, наверное, с практической точки зрения она уж слишком гибкая. Все-таки вот когда мы в морфологии говорим о форме, это есть попытка неким образом математизировать какую-то интуицию, которая есть у человека. Что такое форма? Я бы даже не говорил, что такое форма визуальных объектов. Ну, потому что у людей, которые лишены зрения, тем не менее, есть довольно четкое представление о том, что такое пространственно распределенная форма вот у объектов. Для этого можно использовать исчезание. У человека есть некая интуиция формы. Вот как бы ее математизировать? Ну, и исторически здесь есть два основных подхода. Один можно назвать алгебраическим. Это такой подход, который основан на конструировании формы в виде комбинации неких более простых форм. В этом смысле модель формы — это некая такая инструкция по сборке образа из каких-то его элементов. Но это такой подход, который был очень-очень популярен, ну, скажем, в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Там очень много было разных подходов, не только математическая морфология, которая вот прямо так и называлась математическая морфология, ну, и всякие структурно-лингвистические методы и так далее. Другой подход можно назвать диаметрическим. Такой, при котором модель формы — это некое описание связи между элементами образа, который мы рассматриваем. И при этом мы модель представляем не какой-то алгебраической комбинацией образов, а какой-то матрицей отношений или каким-то графом отношений. То есть это получается такая условно-диаметрическая модель. Ну, и в частном случае, вот то, что в последнее время достаточно популярно, это вот разные методы manifold learning и shape-matching, вот, основанные на такого рода моделях. Здесь вот начинается несколько отдельных частей моего рассказа, которые, исходя из выделенного расписания, я попробую каждую уместить в 15 минут, скажем. Их четыре штуки, поэтому там будет некая скороговорка. Сначала я попробую рассказать о таком классическом, поскольку в заглавии было слово «морфологический». Вот есть нечто, что называется математической морфологией. Вот это нельзя миновать, когда рассказываешь про морфологию. Но при этом надо все-таки понимать, что основы этой морфологии были заложены там в 70-80-е годы прошлого века. И хотя идеи очень богатые и на сегодня по-прежнему развиваются, это факт, который подтверждается большим количеством публикаций, но все-таки это такой олдскул, вот это старая морфология. Да, я попробую рассказать вообще, ну как любая область, вот область, которая изучает, что такое форма, это такой гипертекст. Вот можно в него войти с любой ссылки и дальше ходить по ссылкам там бесконечно, прокладывая новый маршрут. Вот я попробую проложить некий маршрут один, вот развивая какую-то одну идею. Вот по мере только буду ее развивать, надеюсь, будет ясно, что это за идея. И походу я пытаюсь связать вот этот вот олдскульный вот морфологический подход с теми замечательными словами manifold, kernel и так далее, которые у вас даже на раздевалке написаны. Поэтому я надеюсь, что эти слова вы хорошо знаете, идеи, которые за ними стоят, хорошо знаете. Поэтому я так вот их как раз постараюсь коротко, очень скороговоркой рассказать. А дальше, собственно, рассказать, вот вернуться обратно и показать, как это сейчас вот реализуется именно в сплаве со старыми морфологическими идеями. Ну вот первая часть рассказа — это проективные морфологии. Я опять же прошу прощения, презентация, ну вот получилось так, это смесь там половины английских слайдов, половины русских. Ну я думаю, что это никого не смутит. У меня на самом деле есть и те, и другие и на английском, и на русском, но они чуть-чуть отличаются. Я выбрал те, которые в данном контексте удобнее. Итак, поскольку я попытаюсь рассказать какие-то общие идеи, а общие идеи — это всегда обобщение, то надо начать с примеров, потому что, собственно, обобщать нечего, если бы примеры не раскрыл. Поэтому мы начнем, собственно, с классической, самой такой первой морфологии, которая называлась mathematical morphology. Вот математическая морфология, предложенная Сера, вот знаменитая книга, тут вот упоминается самое популярное издание. Значит, что делает классическая математическая морфология, и зачем она была придумана, собственно говоря. Вот этот пример показывает, на самом деле, откуда взялась первая интуиция, которая потом была формализована в виде морфологии. Вот пусть у нас есть некий объект нарисованный, в котором есть какие-то выступы и какие-то дырки. И, собственно говоря, хотелось бы понять, что это за объект такой солидный, и отдельно выделить вот эти элементы выступа и дырки, которые вот интуитивно понятно, что вот если словами нас попросят описать, что здесь есть, мы скажем, это прямоугольник, а на нем есть дырки такого вида и выступы такого вида. Как это сделать? Примитивные операции, которые самые первые были реализованы, это просто минимум в окне, максимум в окне. Значит, мы сначала делаем, ну, мы считаем, что черное это, ну, скажем, 0, а белое это, скажем, единица, это непринципиально, бинарная морфология. Соответственно, если мы делаем минимум, то черное расширяется, как мы видим на втором изображении. Дальше, если мы после этого делаем максимум, то белое расширяется, а черное сужается. И что мы видим? Дырки при этом зарастились, а выступы в каком-то виде остались. Ну, теперь нам нужно в обратном порядке сделать сначала, сделать максимум в окне, потом минимум в окне, и у нас полностью восстановился прямоугольник. Извините, а максимум и минимум в окне? Просто в окне, каждый раз локально в окне считается максимум и минимум. Ну, то есть, если там есть хотя бы одна белая точка, будет белая точка, а если есть хотя бы одна черная точка, значит, при минимуме будет черная точка. То есть, это просто стандартная операция максимум и минимум в окне. Берется прямоугольное окно и гонится, ну, скажем, квадратное в данном случае, и гонится по изображению. В каждой точке принимается решение независимое. Эти операции позволяют, как мы видим, в таком сочетании выделить вот этот базовый прямоугольник. Причем легко увидеть, зачем, допустим, после минимума, вот в последней строчке это видно, зачем мы применяем максимум, чтобы восстановить размер. То есть при минимуме мы уже съели все вот эти рожки, которые торчали, а потом максимум мы восстановили размер. Вот получился прямоугольник. И если мы теперь сравним вот это реконструированное изображение с тем, которое было вначале, ну просто вычтем и возьмем модуль, то мы увидим все те элементы, которые при этом были удалены. Соответственно, можно сказать, что мы, во-первых, восстановили базовую форму, во-вторых, выделили элементы. Вот те задачи, которые, собственно говоря, решала первичная вот эта математическая морфология. И суть ее заключалась в том, что мы хотим восстанавливать форму, или иными словами фильтровать изображение с учетом неких соображений о форме и размере тех элементов, которые мы видим. Теперь, все-таки очень скороговоркой, чтобы время не тратить, я расскажу, как это формализовано. Формализовано это следующим образом. Вводится некое понятие структурирующий элемент. Вот когда мы говорим, что там бегает окно прямоугольной формы, это на самом деле был структурирующий элемент, который мы выбрали в виде прямоугольного окна. А можно было его выбрать, например, в виде диска. Соответственно, мы имеем диск, который подвергается трансляциям на плоскости, то есть просто с двигом. И дальше мы рассматриваем две базовые операции – сжатие и расширение, или эрозия и дилатация. Соответственно, эрозия – это когда мы берем некую фигуру и берем множество объединений, множество всех центров структурирующих элементов, которые целиком вписаны в эту фигуру, и получаем такую уменьшенную фигуру. А расширение, наоборот, когда мы объединяем все структурирующие элементы, центры которых принадлежат расширяемой фигуре. Соответственно, морфологические, но это не морфологические фильтры, это базовые операторы. Морфологические фильтры – это как раз их комбинация. Сначала, помните, как у нас было, сначала сжатие, потом расширение, или наоборот, сначала расширение, потом сжатие. Вот эти две комбинации называются opening и closing. Я не люблю их переводить на русский язык, открытие-закрытие. Очень много разных есть переводов на русский язык. Я обычно говорю открытие-закрытие, но в принципе opening и closing. При этом у них есть очень простой и понятный смысл, который гораздо удобнее понимать, чем через комбинацию расширения и сжатия. Если у нас есть некий структурирующий элемент, мы можем рассмотреть фигуру, которая получается объединением всех структурирующих элементов, которые целиком помещаются внутрь некой фигуры. Это будет ее открытие, вот как показано слева. Или наоборот, мы можем проделать такую же операцию по отношению к фону, и это будет закрытие, вот closing. Соответственно, у нас возникает довольно понятная модель, такая алгебраическая, что формы — это есть объединение не этих структурных элементов. Их традиционно называют в морфологии структурирующие элементы, в данном случае дисков. При этом, как видно, когда мы берем вписание, то есть opening, то у нас отваливаются те элементы, в которые целиком не поместились структурирующие элементы. И наоборот, по фону у нас отваливаются элементы фона. То есть в первом случае у нас объект монотонно уменьшается, в втором случае объект монотонно увеличивается. При этом достаточно легко показать, что морфологические фильтры — это проекторы в логибраическом смысле, то есть это импатентные операторы. Будучи примененными дважды, они больше не изменяют форму. Это понятно почему. Если мы взяли объединение структурирующих элементов, которые целиком поместились в фигуру, полученную фигуру вот этим объединением, если мы снова возьмем структурирующие элементы того же размера и формы, их будет ровно столько же, и снова они дадут ту же самую фигуру. Соответственно, если мы возьмем разные формы структурирующие элементы... — Оператор ядра, он идёт по тете, сжимающий и монотонный. — Да, совершенно верно. Я хотел бы в таких общих словах немножко рассказать, а потом формализацию до конца навести. Теперь с практической точки зрения. Если мы хотим описать разные формы, то мы будем брать разного вида структурирующие элементы. И понятно, что фигуры, которые можно составить из этих структурирующих элементов, будут разными. Соответственно, мы можем запомнить, что структурирующий элемент — это проектор, в таком лагебраическом смысле. И ещё, что это комбинация операций сегментации и реконструкции. Потому что, на самом деле, когда мы запишем множество центров структурирующих элементов, которые целиком помещаются в форму, это некое описание формы в терминах этих структурирующих элементов. То есть это пара операций сегментации и реконструкции. Вот второй вид морфологии. Всё то же самое, только вместо бесконечного числа дисков мы можем взять конечное число элементов, которые образуются, например, когда мы анализируем форму фигуры при помощи стелетов. Это отдельная совершенно техника. Называется стелетонизация, она бывает дискретная, непрерывная. Но просто на этом слайде показано, что точно так же, если мы возьмём множество всех дисков, центры которых находятся на ребре стелета, мы получим так называемые, ну их по-разному там называют, мы вот называем анксели, аналитические структурирующие элементы, аналитические элементы изображения, по-разному. И вот конечным числом таких анкселей можно описать форму, в отличие от вот той морфологии первичной, которую мы только что смотрели, где, конечно, бесконечное количество дисков можно вписать в любую непрерывную форму. Вот вам третий вид морфологии. Я специально вот так вот галопом рассказываю, для того, чтобы было понятно, что математическое морфологии нужно не в единственном числе говорить о математическом морфологии, а нужно всегда говорить во множественном числе. Математические е, морфологии и, они очень разные. При том, что у них много общего, про что мы как раз сегодня будем говорить. Вот третий вид математической морфологии, который на Западе известно гораздо меньше, хотя, скажем так, методы, которые в ней развиваются на Западе, известны под другими названиями, перепридуманы и опубликованы. Но вот единая теоретическая основа они не очень хорошо знают, и как раз в последние годы, мы там, опубликовав ряд работ, напомнили им вообще, что существует такая морфология, они это дело признали и теперь стараются ссылаться. Вот что такое морфология Пытьева. Она придумана для других совсем задач. Вот не для задач фильтрации изображения с учетом некой заранее придуманной формы в виде кругов, квадратиков, линий, там еще чего-то, как исходно придумана морфология Сера, а для того, чтобы сравнивать естественные изображения. Исходно речь шла об изображениях каких-то естественных сцен, которые можно снять камерой, или изображениях Земли из космоса, где нужно искать отличия. Собственно говоря, основная идея морфологии Пытьева, это такая компаративная морфология, то есть морфология направлена на сравнение изображений и сцен. Причем сравнение это должно быть инвариантно к яркости, к освещению, к, скажем, сезонности. То есть идея в том, как бы нам выявить некую инвариантную составляющую сцены, которая не сильно зависит от условий съемки. Что для этого предложено было сделать? Здесь опять же показан простой пример, такой же условный, как тот пример с прямоугольничком и дырками и выступами. Предположим, у нас есть сцена, которая состоит из, скажем, некой плоскости, на которой стоит какой-нибудь кубик, и к нему мы еще добавляем какой-нибудь конус. Дальше мы изменяем освещение при съемке этой сцены и получаем, в общем, два различных изображения. Если мы просто вычтем одно изображение из другого, мы получим такую вот разность, которая нам говорит о том, что изменения произошли везде. На самом деле, с точки зрения состава сцены, изменения произошли только в том месте, где появился конус. И вот хорошо бы нам придумать такую простую, причем вычислительно эффективную схему, которая позволила бы сказать, вот только конус. Вот он выделен, и в нем произошли изменения. Как это делается в морфологии Пытьева? В морфологии Пытьева делается следующее. Во-первых, давайте выделим, вот на изображении А, выделим связанные области. По ним посчитаем среднюю яркость, но не по изображению А, а по изображению Б. Вот что здесь показано. То есть это мы взяли форму с изображения А, а оценку интенсивности с изображения Б. И после этого вычтем изображение Б из вот этого реконструированного изображения, которое называется проекцией на самом деле. И после этого мы получим действительно в основном вот этот вот конус. Извините, а почему это проекция? Сейчас я это все расскажу. Значит, вот теперь, собственно, математика. Значит, формально, что мы делаем? Мы берем изображение, разбиваем его на области... Ну, еще раз, я рассказываю самый простой вариант морфологии Пытьева, там есть более сложный. Я рассказываю специально, вот для того, чтобы на свежую аудиторию более простые вещи. Значит, берем изображение, сегментируем его на области постоянной яркости. Понятно, что идеальное изображение, оно никогда не бывает на практике, поэтому его нужно сегментировать с какой-то регуляризацией, но много есть методов, как это можно делать. Значит, мы получили описание изображения в виде набора связанных областей, в виде разбиения. Кадра на набор связанных областей. Мы описываем каждую область характеристической функцией. Вот она представлена. И принимает значение единица внутри области и ноль вне области. Соответственно, если мы возьмем просто линейную комбинацию вот этих характеристических функций с коэффициентами, равными значением яркости на данном конкретном изображении, мы получим конкретно любое изображение, которое имеет такую форму. Вот в чем идея. То есть формой в данном случае называется разбиение изображения на области постоянной яркости или иначе множество всех изображений, вот V написано, вот видите, форма как множество, множество всех изображений, которые могут быть получены при разных значениях коэффициентов. То есть это множество всех изображений, которые получат, если мы возьмем некий эталон и перекрасим все его области так, как захотим. Любым образом. Вот множество всех таких изображений образует форму. Более того, если посмотреть на его вид, это же линейная комбинация базисных векторов. Просто базис здесь связан с разбиением на области постоянной яркости. Следовательно, это гиперплоскость или линейное подпространство в пространстве всех изображений. А следовательно, мы любое другое изображение теперь, вообще никак не связанное с нашим разбиением, можем просто спроецировать обычным образом, как линейная проекция, вот на это линейное подпространство, которое соответствует множеству всех изображений, которые можно получить перекрашиванием одного эталона. Вот грубая идея, как это делается. То есть центральное место занимает идея проекции. Проекция в данном случае просто линейная. Но заметьте, оператор все равно проективный. То есть это и демпатентный оператор. Второй момент. Форма представляет собой комбинацию... Сейчас, прошу прощения, наверное, можно вернуть. Да. Форма представляет собой, ну в данном случае опять же линейную комбинацию, но все равно образ есть комбинация других образов. В морфологии Сера это комбинация при помощи операции объединения, здесь это операция при помощи операции суммы. Далее. Для сравнения изображений используется нормированный в орфологической коэффициент корреляции. Собственно говоря, норму проекции делить на норму исходного изображения. Ну и вот эта простая диаметрическая схемка показывает, что если мы сравним, например, обычный коэффициент корреляции, просто нормированный коэффициент корреляции двух изображений, то мы здесь видим, в чем разница. Что в нормированном коэффициенте корреляции вы сравниваете конкретное изображение, например, с конкретным эталоном, который нам задан. Здесь мы сравниваем конкретное изображение тестовое, которое к нам пришло, с его проекцией на все множество изображений, которые по форме соответствуют или близки, ну там разные формулировки, вот к этому эталону. Ну и наконец, последнее здесь важное понятие, это сложность формы. То есть поскольку у нас форма представляет собой разбиение кадра, на разбиениях, как вы знаете, существует решетка, которая определяется, ну обычная булевская решетка, которая определяется следующим образом. Мы можем сказать, что одна форма сложнее другой, если ее можно получить из этой более простой формы путем разбиения областей. Наоборот, более простая форма получается из более сложной путем слияния областей. Очевидно, что это отношение частичного порядка, отсюда и булевская решетка возникает. Нет, она булевая, на самом деле. Решетка разбиения? Ну вот в такой формулировке, чуть-чуть по-другому. Значит, ну давайте просто начнем. Вот полная решетка, с этим согласились. Да, полная решетка. Значит, полная решетка здесь связана вот с операциями, с отношением более простой и более сложной по форме. Понятно, что есть изображение, которое нельзя сравнить по форме в таком прямом контексте. Но при этом, опять же, известно, что никогда морфологический проектор, в данном случае проектор Пытьева, не может усложнить форму. Форма может только упроститься. Ну и последний вариант. Морфология, основанная на фильтрах, сохраняющих связность, так вот сложно определяется. Ну, опять же, проще говорить, connected filters из работ Сера, там, Марагаса и компании. Там много кто это предложил. Это несколько более поздняя версия морфологии. Она также основана вот на том же понимании формы, которое было у Пытьева, но предложено где-то лет через 10. Но при этом тут не разбиение на непересекающейся области рассматривается, а рассматривается, ну, скажем, уровневое разбиение, где есть связанные области, получающиеся в разных уровнях. Они могут там пересекаться, принадлежать друг другу. Основная идея заключается в том, что изображение представляется как объединение этих областей, после чего каким-то образом эти области фильтруются. Целые связанные области фильтруются, либо включаются, либо исключаются. Но это базовая идея, мы сейчас не будем ее подробно разбирать. Вот она здесь сформулирована. Но здесь, опять же, возникает на самом деле то же самое отношение сложности по форме, которое возникало в морфологии Пытьева. Ну и вот здесь показаны, здесь есть два типа исторических вот этих вот связанных фильтров. Один связан с тем, что используются операции морфологии на основе структурирующих элементов, а потом делаются реконструкции полных областей. Например, если эрозия не целиком съела какое-то объектное изображение, то он будет целиком реконструирован до своего исходного размера. А если она целиком бы съела, там нечего реконструировать, он не будет реконструироваться. А второй вариант — это когда мы уже вообще полностью отходим от идеи структурирующего элемента и вводим какие-то правила анализа связанных областей по форме. Считаем от них какие-нибудь признаки, любые, какие мы можем придумать, и на основе этого фильтруем области на те, которые мы включаем, а не включаем в окончательную реконструкцию. Я привел четыре примера. На самом деле их на сегодня существует несколько десятков основных видов морфологии, которые реально используются на практике, на которые можно найти ссылки в практических работах. Что их все объединяет? Их все объединяет то, что это некие алгебры с проекторами, алгебраическими, где центральную роль играет идемпатентный оператор. Можно говорить о том, что форма представляет собой множество всех изображений, которые по неким правилам можно сформировать. Здесь написано, что модель формы — это комбинация неких элементов формы. Соответственно, все такие изображения, образы, которые можно сформировать в такой комбинации таких элементов, входят в форму как множество. То есть есть проектор, который определяет форму, есть множество, есть стабильное множество этого проектора, все, кого он не изменяет. Дальше есть такая достаточно богатая идея, что проекция эта морфологическая формируется всегда как комбинация операций сегментации, то есть описания образа, и реконструкции по этому описанию. Поскольку описание может быть неполным, то и образ не целиком реконструируется, но всегда таким образом устроен морфологический проектор. Есть всегда упорядоченность частичная по морфологической сложности, описываемой формами разных видов. Ну и дальше есть целый ряд конкретных инструментов, которые во всех этих морфологиях либо определены, либо их можно переносить из морфологии в морфологию, если смотреть на них с такой единой точки зрения. Например, морфологический коэффициент корреляции, который определяет сходство двух образов, а точнее говоря, это называется сходство по форме, сходство одного образа с формой другого образа. Вот оно введено только в морфологию Пытьева, но ничто не мешает его взять и перенести в морфологию Сера, что мы и делали, и во многих задачах показывали, что это работает интересно. Вот что такое проективная морфология. Значит, дальше на самом деле, вот из этой проективной морфологии, которая как-то алгебраически способом описывает форму объектов, очень много разных выходов, много разных идей, которые из нее следуют. Я очень коротко хотел все-таки обратить внимание на две центральные идеи. Первая, вот на то, что здесь имеются проекторы, и стабильные множества. И второе, что, когда мы говорим о сложности, вот на самом общем уровне, если мы отвлечемся от того, как определяется конкретно сложность для разбиения кадра, как конкретно определяется сложность для, скажем, структурирующих элементов от Сера, то можно сказать следующее, что морфологическая сложность, она определяется, может быть, определена, вот давайте сюда перейду, здесь получше написано, на уровне отношений вложения, просто теоретика множественного, для форм как множеств, и точно так же она работает для форм операторов, вот как она формулируется. Что если все изображения первой формы принадлежат также второй форме, то первая форма проще или не сложнее второй. И для операторов, если применение второго проектора, соответствующего второй форме, не изменяет результаты применения первого проектора, то первая форма проще или не сложнее второй. Вот как это реализуется конкретно в морфологии Пытьева. Если мы посмотрим, вот здесь простые формы, вот данные упорядоченные, что это означает? Что если у нас так разыграется яркость, например, на самом левом окошке, что в правой части яркости окажутся равны в двух этих прямоугольниках, то эта форма превратится в эту, более простую. Соответственно, если мы теперь возьмем изображение вот этой формы и спроецируем его на эту форму, оно останется неизменным. Если мы возьмем изображение вот этой формы и спроецируем его на эту форму, то вот эти яркости выровняются. То есть оно либо останется неизменным, либо упростится. В этом смысле упорядоченность вот такая по сложности на проекторах совершенно одинаково с упорядоченностью на формах. То же самое, если мы возьмем и отфильтруем любое изображение с вот таким маленьким диском, структурирующим элементом, а потом вот с таким большим, то оно изменится. А в обратную сторону нет. Если мы сначала отфильтруем с большим структурирующим элементом, он сгладит все углы, в которые не вписался этот структурирующий элемент. Потом вот этот маленький уже всюду впишется. Ну потому что вот этот, собственно, может быть полностью представлен из этих. Это значит, что неважно, каким конкретно структурным способом мы описываем форму. Важна вот эта упорядоченность на проекторах или что то же самое на формах многообразия. Вот базовая идея, которая отсюда выходит. Ну, пожалуй, вот это вот я все пропущу. Тут всякие разные интересные там варианты морфологии. И, пожалуй, даже... Вот про сложность я сейчас рассказывать не буду, наверное. Потому что боюсь, что просто мы ничего не успеем иначе. Потом, если времени хватит, может быть, потом расскажу. Давайте вот это все пропустим. И про спектр морфологический даже сегодня рассказывать не буду. Хотя это, может быть, самая интересная история. Ну вот посмотрим, на что нам хватит времени. Вот. Значит, первая новелла закончилась. Я рассказал про классическую морфологию, которая вся основана на проективных операторах. И вот на каких-то структурных описаниях, где... Ну, такие чисто алгебраические игры. Когда мы берем элементы, из них составляем другие образы. А из них, в свою очередь, мы можем составить следующие образы и так далее. Теперь мы переходим к более современной части, которую, я надеюсь, расскажу быстро, просто напоминая те идеи, которые, я думаю, вам хорошо известны. Значит, мы говорим об описании формы таким способом, который учитывает их некую внутреннюю диаметрию. Опять же, вот можно рассказывать с любого места. Проще рассказывать задачи снижения размерности. Понятно, что самым первым популярным методом снижения размерности был просто метод главных компонент, который позволяет, если у нас есть некая... Вот смотрите, я здесь уже пользуюсь какой-то интуицией формы. Да, в некотором смысле вытянутое такое многообразие. Это мы можем найти некое направление его основной вытянутости, а потом следующее направление его основной вытянутости и так далее. На уровне интуиции формы мы сейчас говорим. Но, на самом деле, сделать это можно не всегда. И здесь есть классический пример, вот этот самый Swissroll, или Rogalix, Vitek, по-разному его называют, который был впервые, насколько я знаю, приведен в работе как раз Тенненбаума с коллегами 2000 года. После этого я не видел ни одной работы по manifold learning или, скажем, обзора, в котором его не было. Идея простая, что вот если у нас есть вот таким образом существующие данные в пространстве, которые на самом деле представляют собой поверхность меньшей размерности по сравнению с тем пространством, в которое она вложена, то если мы пытаемся тупо сделать в нем PCA, то есть посчитаем главные компоненты, то мы оценим весь этот Rogalix в целом и ничего не скажем про саму вот эту поверхность. А то, насколько близки семантические данные, которые находятся на этой поверхности, все-таки определяется тем, каковы расстояния между ними на этой поверхности. И отсюда возникает достаточно понятная идея, и даже удивительно, что она так поздно стала популярной. Казалось бы, идея математикам абсолютно понятная там очень много лет, но почему-то в области machine learning она почему-то проникла вот в районе конца 90-х, начала 2000-х годов. Давайте будем считать геодезические расстояния на поверхности. А как? Да. А может, по вопросу, а вот стандартная такая задача тоже два полумесяца таких положенных, это сложнее? Ну, они одинаковые, вы, собственно, можете одну в другую трансформировать, возьмите два таких рогалика и один в другой включите. Здесь же это идея unsupervised, да, то есть идея просто определить эффективную размерность поверхности, вложенной в, ну, многообразие вложенного в более высокую размерность. А если вы хотите именно задачу на два класса, то вложите два рогалика и говорите, что на одной поверхности пример одного класса, на другой другого класса вы придете к той же постановке. Собственно, просто это классическая работа Теннебаума, я прямо вот из нее взял. Ну, и, собственно, основной подход здесь достаточно понятный. Первое, возьмем, вычислим, построим граф соседства, то есть просто определим ближайших соседей для каждой точки, считая, что ближайшие соседи должны в основном все-таки находиться на своей поверхности, если считать, что этот рогалик не очень плотно скручен. Следующее, за счет этого мы получим граф соседства, поэтому граф соседства просто определим геодезические расстояния. И третье, построим процедуру отображения в некое пространство низкой размерности с сохранением геодезических расстояний. Ну, у Теннебаума была своя процедура, но ее сейчас рассказывать смысла нет, потому что мы на другую немножко процедуру сейчас посмотрим, более популярную на сегодня. Ну, собственно, что удалось достичь таким способом? Для таких данных, которые просто никак вообще не анализировались, никаких априорных соображений не было, вот какие там размерности и что вообще там изображено. Вот, например, изображение лиц с разными ракурсами или рук в разном положении, или рукописных символов. Была просто произведена вот эта процедура обучения без учителя, точнее говоря, снижения размерности без всякого учителя Теннебаума с коллегами, и они получили довольно неплохие двумерные пространства, в которых можно теперь интерпретировать, ну, например, вот с лицами, я не знаю, сколько здесь хорошо видно. Здесь как бы ракурсы меняются, то есть автоматически получилось такое вот, такое проецирование на плоскость двумерную, в котором можно интерпретировать, что вот здесь один угол наклона лица, а здесь вот другой угол поворота лица. Аналогично можно интерпретировать, что происходит с рукописными символами и так далее. То есть, что оказалось важно, что здесь есть некие автоматические процедуры, которые выявляют некие такие главные компоненты, но это уже не компоненты просто механические, куда вытянуты данные в пространстве, а это в некотором смысле семантических компонентов что не учитывают структуру вот этого просто под пространство вот манифолда вписанного в пространство более высокой размерности а понятно что здесь плоскость это размерность 2 а исходно это были изображения то есть это много тысяч компонент ну и далее вот это направление активно развелось это методы нелинейного снижения размерности вот тут перечислены какие-то там популярные методы от которых сейчас уже тоже миллион изводов там существует ну вот среди них мы дальше обратим внимание на лаплосиана agent maps вот но здесь вот может быть какие-то ссылки тоже приведены более популярно хотел просто до того как мы перейдем к этим самым собственным функциям лаплосиана обратить внимание на то что прямо сама идея а давайте смотреть геодезические расстояния или что-то похожее на геодезические расстояния прямо на поверхностях которые описывают наши какие-то фигуры замечательным образом сразу и напрямую примерно в то же время стало использоваться при анализе трехмерных данных которые получаются ну скажем вот сканирование в устройствах типа кинект ну кинект это под более позднее устройство но трехмерных сканировающих устройств всегда было много значит мы имеем некие трехмерные формы и хотим их как-то распознавать соответственно идея что давайте возьмем геодезическое расстояние и оно будет более гораздо устойчиво чем обычные вклидовое расстояние между точками в случае если у нас есть какие-то гибкие преобразования фигуры ну например вот фигура животного эта идея достаточно быстро тоже была реализована разными способами ну как обычно делается в компьютерном зрении никому не интересно мерить отдельные точки потому что вы можете их померить нестабильно вот замечательно работает вся те дистограммы дистограмма дидост satellящих расстояние гестограммы вот разнообразных расстояний которые можно померить мы здесь приводится как пример работа require довольно известно и тоже уже на сегодня классическая в которой несколько видов дистограмм используют для того чтобы отождествить различные точки при распознавании форм и подlio 100 граммам происходит распознавание класса форм достаточно устойчивое с точки зрения полученных вероятностей. Но на самом деле, просто эта линия ведет нас совсем в другой область, который называется shape matching, и там самое интересное, какие метрики. Хорошо, мы настроили всяких статистик, настроили всяких разных расстояний, а дальше вопрос, а как же все равно их сравнивать. И там целая отдельная история, как их сравнивать, и там тоже гигантское поле для всяких морфологических исследований. Но мы вот пойдем дальше. Значит, вместо того, чтобы пользоваться напрямую язвическими расстояниями, в какой-то момент, на самом деле достаточно быстро, и дальше в основном все пошли в эту сторону, был как раз предложен вот этот метод Лапласиан, собственные функции графа Лапласиана, который устроен следующим образом. Значит, стартуем оттуда же. У нас есть некое многообразие. На этом многообразии мы определяем граф соседства первым делом. После этого мы вычисляем матрицу весов близости между парами точек теми, которые являются соседями, которые не являются соседями близость 0. А те, кто являются соседями, здесь обычная такая вот функция, это, можно сказать, РБФ, ядро. Е в степени минус расстояние между точками. Ну вот в этом исходном пространстве. На самом деле модифицировать эту функцию можно любым образом. Важно, чтобы она имела такие свойства. Чем точки ближе, тем это значение ближе к единице, чем эти точки дальше, тем это значение ближе к 0. Причем желательно, чтобы она падала быстро по экспоненте. Ну отсюда вот эта формула. Она на самом деле была предложена, как я понимаю, эвристически, а потом ей было найдено обоснование, что это тепловое ядро. Я это чуть позже скажу. Ну и вот когда мы построили вот такую вот матрицу близости, которая называется тепловым ядром, то дальше осуществляется отображение в пространстве низкой размера следующим образом. Вот решается задача на собственное значение. Вот еще раз. Вот W это самое тепловое ядро, то есть матрица сходства точек нашего многообразия. А D это диагональная матрица толпцовых сумм этого самого теплового ядра. И, соответственно, дальше L равная D минус W это стандартный вот граф лоплосиан для данного вида графа. И когда мы решаем такую задачу, мы получаем набор собственных векторов, исключаем первый тривиальный вектор, который соответствует константе, и вот набор этих собственных векторов, мы берем первое M собственных векторов и говорим, что это и есть M-мерное пространство по нижней размеру, в которое мы и хотели отобразить наши данные. Алгоритм сам по себе очень прост, понятен и в неком смысле напоминает стандартный алгоритм PCA, потому что он тоже сводится к задаче на собственные числа. Поэтому он, видимо, глубоко проник в душу всем участникам процесса и очень активно используются он и всякие его модификации до сих пор. Но надо понимать, собственно, а почему такой алгоритм, а вот почему. Что на самом деле здесь решается абсолютно понятная с топологической точки зрения задачка. Мы хотим найти такое отображение данных в пространство пониженной размерности, чтобы близкие точки оставались близкими. А что будет с дальними, нам все равно. Такая очень топологическая точка зрения. Данные, дальние, может быть, склеиваются, может быть, нет, а вот близкие должны быть близкими. И вот исходя из этого, если мы просто вот так сформулируем эту задачку, вот как она здесь сформулирована, мы тут же и получаем вот то решение, которое здесь и было рассказано. Ну а здесь вот объясняется, что на самом деле, если более подробно рассматривать, как же решается эта задачка, то оказывается, что это приближение того, что было бы, если бы наше многообразие представляло собой, ну скажем, некую металлическую конструкцию, а по нему распространялось некое тепло с учетом вот расстояния между точками. И тогда оказывается, что вот почему это называется хиткернл, то есть почему это тепловое ядро. Ну вот, собственно говоря, на этом, я думаю, мы точно остановимся из области Манифолд-Ленин, потому что на сегодня есть огромное количество работ в этом направлении. И вернемся к изображениям. Значит, на самом деле, дальше было введено понятие еще диффузных отображений и диффузных метрик. Ввели его как раз люди, которые довольно плотно работали именно с изображением. Вот Кауфман и Лафон, и в диссертации Лафона вот как раз была введена полная теория вот этих самых диффузных отображений. Собственно, это в точности то же самое, что Лафон и Эджин Мэп, только они, собственно, до Лафон и Лафон не доходят, они берут прямо хиткернл, нормируют его вероятностным образом, чтобы он представлял собой сглаживающий оператор. И вот эта самая диагональная матрица столбцовых сумм, да, в графе Классианина вычитается, здесь как бы умножается на обратную. И получается матрица, которая называется диффузное ядро или ядро диффузного оператора. А дальше, вот, собственно говоря, вычисляются собственные числа этого диффузного оператора, но, правда, есть еще масштабный параметр t, то есть вот этот диффузный оператор возводится в степень t. Т, что вот сейчас мы поймем, что имеет очень понятную интерпретацию, это, ну, и, собственно, дальше вычисляются его собственные значения, собственные функции, и мы переходим в пространство этих собственных функций. В точность то же самое, только вот мы без Лафон и Лафон это все делаем, ради чего все эти изменения? А изменения эти ради как раз некой физической интерпретации. А физическая интерпретация вот какая. Они как раз пошли от идеи диффузии и сказали, что если у нас есть тепловое ядро, то мы можем его, нормировав его как сглаживающий оператор и применив его просто как сглаживающий оператор к исходным данным, мы эти данные немножко модифицируем. И это будет соответствовать тому, что на этих данных как бы распространяется вот некое тепло. Есть сколько-то шагов там распространения этого тепла. Другая идея, которая... Сейчас я пойму про блуждание. Да, вот здесь, сейчас мы до этого дойдем. Другая идея заключается в том, что мы рассматриваем модель случайных блужданий. То есть вот из некой точки, с какой вероятностью мы попадаем через какое-то количество шагов в любую другую точку. Вот оказывается, что вот этот нормированный вероятностным образом, вот это тепловое ядро, интерпретируемое как оператор, оно соответствует вероятности попадания при случайных блужданиях через t шагов. Вот помните, там t масштабный коэффициент был. Через t шагов вероятности попадания в любую точку многообразия. Что здесь показано? Что, например, если у нас есть три некие данные, представляющие собой вот три каких-то кластера в пространстве. И исходно при малом числе шагов блужданий, если мы начали из одного кластера, с большой вероятностью мы находимся внутри этого кластера. Через большее количество шагов мы с большой вероятностью попадаем в соседний кластер. В этот кластер или в соседний. Ну и, наконец, через достаточно большое количество шагов, можно сказать, бесконечно большое, у нас примерно одинаковая вероятность обнаружить нашу точку блуждающую во всех трех кластерах. Ну, собственно говоря, таким образом, ради чего вся эта нормировка была? Ради того, что мы перешли вот в это пространство пониженной размерности, а в нем есть некая метрика, обычная эвклидова. Так вот оказалось, что при такой нормировке ядра, от которой вычатся собственные числа, евклидовые расстояния вот в этом пространстве пониженной размерности оказались в точности пропорционально вероятностям оказаться... Вот расстояние между точкой А и точкой Б, и точкой Б и точкой С, как здесь показано, значит, зависит уже не просто от расстояния между ними, а от вероятности при случайных блужданиях попасть из одной точки в другую. Ну, понятно, что в этом смысле вероятность попасть из Б в С в этом примере намного больше, потому что они находятся внутри такого солидного кластера, и при большом количестве случайных блужданий все равно большая вероятность, что он останется внутри этого кластера и попадет в том числе в точку С. А вот в точку А вероятность попасть очень мала, потому что есть узенький перешейк, через который можно только случайно в него попасть, и только тогда будет вероятность попасть в точку А. Вот, собственно говоря, в рамках вот этих вот диффузных отображений была придумана, в том числе, значит, вот дальше они начали это активно применять именно к изображениям. И вот диффузные сглаживающие операторы, применяемые к изображениям, были определены следующим образом. Вот пусть у нас есть изображение, и в каждой точке мы берем некоторую окрестность. И вот у нас есть две точки этой окрестности. Вот та точка, которую мы фильтруем, и некая другая точка. Вокруг них мы строим некий вектор признаков локально, который характеризует обе точки. И после этого мы, собственно говоря, строим тепловое ядро, и опять же его вероятностно нормируем. Тепловое ядро мы как строим? Как Е в степени, ну вот здесь это, собственно, показано. Вот тепловое ядро. Как Е в степени минус, а здесь вот расстояние между векторами признаков в двух точках. Соответственно, если вектора признаков похожи, то есть обычно они характеризуют локальные окрестности в цвете или в сером тоне, в форме, в чем угодно. Если у нас похожая форма окрестностей, то мы эти точки считаем близкими. А если не похожи, то между ними сходство будет примерно равно нулю. Если мы потом таким образом просуммируем по всем точкам окрестностей, мы как раз и разделим. Мы как раз и получим вероятностно нормированное ядро. То есть такое, которое сглаживающее. Да, сглаживающее ядро на изображении. Это очень простая штука. Это такая маска линейной фильтрации, которая константу не изменяет. То есть сумма всех элементов равна 1, поэтому константа не меняется. Но при этом, в отличие просто от какого-нибудь ядра заранее заданного, это ядро по форме адаптировано к конкретному изображению, по которому оно считалось. И таким образом мы получаем диффузные фильтры, согласованные с формой изображения. Ну, здесь пример непосредственной статьи, где они впервые были предложены. Видно, что в результате фильтрации весь шум ушел, а форма осталась. И вот то же самое применительно к тепловому изображению, даже еще более разительная картина, потому что здесь выявлены объекты, которых, в общем, было не видно в шуме, а здесь они проявились. Ну вот, например, вот такие вот объекты. Здесь их глазом-то сразу и не найдешь. Таким образом, оказалось, что фильтрация по форме, а это, смотрите, классическая задачка, вот той самой старой олдскул морфологии, она оказалась замечательно описывается через понятие Manifold Learning и, ну, в данном случае, вот Diffusion Maps. Соответственно, далее эти идеи очень активно и на сегодня используются не только на изображениях, но и для сравнения трехмерных форм. Ну вот, чтобы просто не тратить время, я просто укажу, вот был, ну вообще, уже сейчас, по-моему, и второй год был проведен, это был первый, называется вот анализ нетвердых форм. Это был воркшоп при ECCV, в этом году он, по-моему, тоже был, но просто я вот не отследил его. Ну вот, как пример, я просто покажу одну работу, даже вот не вдаваясь в подробности, что там есть. Кстати, вот обратите внимание, они как раз вот этот вот пример, вот два класса рассматривают. Ну, основная цель – это вот гибкое сравнение форм, которые описываются... Что? Десять минут осталось? А, ну хорошо. Мы успеем, я так думаю. А мы просто остановимся на том месте, до которого дойдем. Значит, и вот, основываясь на признаках, которые получаются вот из диффузных ядер и соответствующих отображений, им удается очень хорошо мочить гибкие формы. Ну, а как? Это уже просто детали техники, которые сейчас очень активно развиваются. Я этот пример специально привел для того, чтобы было понятно, что хотя мы-то работаем с изображениями, я все время говорю про изображения, на самом деле, это довольно общая наука, которая касается вот всех видов данных. Ну, и теперь, собственно, вернемся к тому, как объединяется, собственно, олдскульная вот морфология и то, о чем мы сейчас только что говорили. Вот формализм, как ни странно, вот предложили мы и сделали это вот в прошлом году. До этого формализма такого не было. Но по факту многие используют похожие техники примерно уже года 3-4. Значит, о чем идет речь? Что базовая идея, вот она довольно примитивная. Мы с вами видели, что если мы по изображению построим соответствующий ему диффузный фильтр, то он будет, может быть, шуму он с него уберет, или какие-то мелкие детали, но в целом форму сохранит. А теперь идея довольно примитивная. Значит, как была устроена, скажем, морфология Пыти? Мы брали эталон, проецировали на форму этого эталона другое изображение, а потом сравнивали изображение с проекцией. Вот это самое проецировали, мы можем реализовать по-другому. А давайте мы построим оператор, который согласован с формой одного изображения, а применим его к другому изображению, и посмотрим, что получится. Если у них форма одинаковая, то он его почти не изменит. Точнее говоря, изменит не сильнее, чем то исходное. А если разное, то изменит его сильно. Ну что здесь и показано? Что если мы отфильтруем, вот слева показано, что если мы фильтруем собственную форму, то в некотором смысле она почти не меняется, хотя что-то с нее уходит. А если мы фильтруем непохожее совсем изображение, то почти вообще ничего не остается. Вот, соответственно, эта идея была реализована, и предложен морфологический коэффициент корреляции модифицированного вида. Почему пришлось его модифицировать? Потому что в Пытевском случае норма проекции самого изображения, если он спроецирован на свою же форму, она не менялась. А здесь, понятно, диффузный фильтр все равно отфильтрует, причем довольно сильно свою форму тоже. Но чужую форму он фильтрует еще сильнее. Поэтому нужно было нормировать на то, как он фильтрует само изображение своей формы. Вот отсюда получился вот такой коэффициент корреляции. Ну и, собственно говоря, эксперименты показали, что по сравнению с другими, ну это же не единственная техника сравнения, скажем, изображений разных диапазонов, их очень много. Ну вот мы здесь как раз сравнивались с взаимной информацией, другими там известными видами. Оказалось, что такой коэффициент корреляции работает просто потрясающе лучше на порядке, ну на полтора порядка по всем параметрам. Ну не буду в это дело углубляться. Соответственно, точно так же, как в классической морфологии Пытьева, ну и, собственно, в любой морфологии, у нас есть форма, которая описывает на структурном уровне. В данном случае это ядро. Это описание на уровне структуры. Вот тепловое ядро — это описание формы на уровне структуры. Дальше у нас есть форма как оператор. В данном случае это не проектор, а диффузный оператор. И у нас есть форма как собственное пространство. Опять же, если мы проведем аналогию, что здесь даже не аналогия, а прямо прямое обобщение. Вот я лучше на этом слайде покажу. Смотрите, если мы возьмем в качестве теплового ядра отношение равно-неравно по яркости, что то же самое мы возьмем дискретное расстояние. Просто если равно, то оно в точность совпадает равно нулю, а если в точность не совпадает, то сразу бесконечность. Соответственно, E в степени, и мы получим вот такое ядро, которое принимает значение 0,1. В зависимости от того, находятся две точки внутри одной области, связанной в разбиении, которое используется в пытьевской форме, или в разных. И таким образом формально те обобщенные понятия диффузные, которые мы только что ввели для диффузной морфологии, автоматически порождают исходную морфологию Пытьева. То есть морфология Пытьева – это прямо корректный частный случай вот этой самой диффузной морфологии. И в этом смысле возникает теоретическая проблема, которую я здесь обозначу, но про решение которой не буду рассказывать, потому что как раз на это нам и не хватит времени. Я лучше расскажу сейчас два практических приложения того, что следует из того, что есть диффузная морфология. Вот видите, какая проблема. Что на самом деле у нас есть два обобщения, можно сказать, для морфологии Пытьева, ей так повезло, что с одной стороны морфология Пытьева – это в точности корректный частный случай проективной морфологии, которые были определены во вторую очередь командой Сера. А с другой стороны, это такой же корректный случай диффузной морфологии, про который мы только что говорили, и который тоже имеет очень много частных случаев, как сегодня уже ясно. Но при этом проективная морфология и диффузная морфология принципиально разные, потому что диффузный оператор не является проектором, а проективный оператор не обязательно должен быть линейным. Вот возникает вопрос, а есть ли у нас обобщающая теория? На сегодня она в каком-то виде есть, но вот про нее я уже сегодня рассказывать не буду. Ну и два примера, коротко, у меня осталось пять минут, я как раз два примера коротко расскажу. А собственно, ну что нам дают? Ну хорошо, мы навели формализм, который показывает, что можно в старом стиле описать современные методы, основанные на диффузной. На самом деле это целый класс фильтров, которые называются адаптивные фильтры с адаптивным линейной регрессией. Много названий у них есть, их огромное количество. Вот что нам это позволяет? Как только мы берем идею Пытевскую, вот сравнение изображений по форме и позволяем оператору быть непроективным, тут же появляется огромное богатство того, что можно сделать. Покажу два примера. Этот мы с ребятами нашими сделали в этом году и представляли на конференциях вот этого года. Первый пример. Выделение отличий на изображениях на основе мозаичных референтных фильтров. Вот смотрите, значит, пример, который я вначале рассказывал. Все отлично работает под морфологией Пытева, выделяется этот самый конус искомый, но только при одном условии, что мы не двигали объекты. А если мы еще и кубик подвинули? Или если мы камеру чуть-чуть сдвинули? Ну это и есть жизненная ситуация, мы никогда в идеальных условиях, в точности тоже изображение не смотрим. А в этом случае морфология Пытева не помогает. Мы берем проекцию, вычитаем, и получаем вот такую вот ерунду, где мы видим не только конус, но и сдвинутый кубик. Ну это логично, правильно? Потому что морфология Пытева инвариантна к яркостным изменениям, но совершенно не инвариантна к изменениям геометрии сцены. И это, кстати, одно из причин, по которым она на практике во многих случаях не может применяться. Ну вот другой пример. Мы чуть-чуть сдвинули объект, опять получается ерунда. Так вот, как только мы говорим, откажемся от проектора, ну опять же, не буду сейчас в математику залезать, есть два варианта, как описать Пытевский проектор. Один мы говорим, что мы описываем форму конкретного эталона, а другой мы говорим, что мы описываем функцию передачи от одной картинки к другой. Так вот, во втором случае мы можем вот эту функцию передачи оценивать, исходя, скажем, из формы областей. То есть мы берем наборы областей и будем искать некую такую матрицу взаимного сходства, которая просто оценивает, ну, например, в виде тепловой матрицы, мы можем ее задать, которая оценивает сходство каждой области с каждой другой картинкой. То есть у нас есть две сегментированных области, вот мы, например, в виде тепловой матрицы, вот как здесь. У нас есть некий вектор признаков, описывающих форму каждой области, и мы задаем сходство попарной областей вот такой вот матрицей, ну в точности, как в тепловом ядре. И строим в точности диффузный оператор, но который действует с учетом формы областей, неважно, где они находятся. В этом случае мы действительно можем взять форму с одной картинки, яркость с другой картинки и получить вот такой вот результат диффузной фильтрации. Ну вот здесь показано, что в случае, когда геометрических изменений нет, результаты вот этой процедуры и проецирования попытки, ну, практически одинаковые. Просто перекрашивается картинка. Видно, да, что здесь есть? Есть одна картинка с одной раскраской, другая картинка с другой раскраской. А вот в этом случае мы еще и сдвинули, и объект сдвинули, еще какие-то горшки там у нас появились, да? И в этом случае вот что происходит с проецированием попыток. Геометрия нарушилась, все проецирование разрушилось. Мы получили картинку не той формы. А в нашем случае вот диффузной фильтрации, ну вот не диффузной фильтрации, локальной, той, которую я описывал, а вот такой вот по властям, которую мы предложили, мы видим, что получили замечательную проекцию, значит, на которой более-менее сохраняется яркость. И вот коэффициент морфологический, тот, который мы ввели, вот у Пытьева он упал до 0,3, а у нас он остался 0,94. То есть он показывает, что это та же самая сцена по составу, по форме. Но вопрос, а выделять объекты все-таки мы хотели, мы не просто хотели оценивать сходство, а хотели выделять объекты. Здесь нам этот прием не очень помогает, как здесь показано. То же самое получается. Но мы можем сделать два шага. Я прошу прощения за скороговорку, поскольку у меня осталось 5 минут, уже 4, наверное. Мы можем сделать два шага. Сначала мы диффузным образом обрабатываем изображение с учетом формы G, обрабатываем изображение F. А потом вторично, в обратную сторону, вот это полученное нами обработанное изображение снова обрабатываем с учетом исходной формы. И в этом случае смотрите, что получилось. Мы получили собственное изображение, где как бы передвинулся кубик, но при этом отсутствует наш конус. Собственно, то, что нам и надо было. И вот теперь мы выделим конус. Вот такую вот фильтрацию, видите, поскольку вот эта форма G, она непосредственно получается, на выходное изображение не влияет. Его форма это упрощенная форма изображения F. Поэтому мы его называем референтом. То есть оно как бы справочное. Мы просто на него смотрим, и при помощи него фильтруем F. Вот мы назвали это референтной фильтрацией. И она позволяет выделять нам объекты, даже при условии, что другие объекты переместились. На самом деле это пока вот такое довольно сильное достижение, которое мы еще даже сами не осмыслили, потому что у него очень много всяких практических применений, мы сейчас пытаемся их строить. Ну вот здесь примеры просто приведены, которые показывают, что действительно да, это работает. Ну это вот жизненный пример. Это вот некая съемка там спортивного. Ну ролик просто из интернета. Вот он сегментированный, а вот на нем выделились результат нормализации фона. Вот тот крайний правый снизу показывает, что вот на фоне всего замечательно выделился сам вот игрок здесь. Но этот метод, вот осталось буквально 3 минуты, я 2 минуты покажу другой вариант того же самого. Здесь в чем проблема? Вот с практической применимостью вот этого, хотя это кажется, ну вот прямо она иногда работает, как магия какая-то. Основная проблема сегментации. Вот как ни странно, на сегодня очень мало стабильных методов сегментации изображения. Когда у вас есть два изображения, реально снятые в разных условиях, добиться того, чтобы у вас сегментация, даже не то чтобы соответствовала семантической сегментации, то есть стол, стул, стена, а просто была стабильна, чтобы области примерно одной формы выделялись, не получается. Почему? Потому что, допустим, может быть очень маленький перепад яркости между областями, которые имели большой перепад яркости на той картинке, они будут объединены. Сразу нарушится все, геометрия, связанность и так далее. То есть все-таки подходы, основанные на сегментации, требуют хорошей сегментации, а это отдельная задача. Поэтому мы задумывались, а нельзя ли тот же эффект получить вообще без всякой сегментации? И тогда мы предложили то, что мы назвали фильтрацией на основе взаимного контрастирования. Но вот непосредственной мотивацией было то, что у нас есть практическая задачка по сравнению авиационных снимков. Мы же все-таки авиационный институт, перед нами стоят такие задачки. Эти же задачки в 70-е годы инспирировали Варфало Дюпытьева. Но на практике до сих пор пока они до конца не решены. Вот что мы предложили. Берем некий фильтр. Причем, естественно, это можно сделать многомасштабно. В разных масштабах можем сгладить. У нас, соответственно, получается от двух изображений некие детали, которые были удалены. Фильтр может быть любой. Морфологический, медиано, среднее, гауссовское сглаживание, анизотропная фильтрация. Любой. Да, важно, чтобы он сглаживал. Причем зависит от масштаба. Следовательно, у нас появится сглаженное изображение, из которого удалены какие-то детали. А дальше мы можем оценить, а было ли сходство деталей, которые были удалены с изображений, ну вот у нас есть два изображения, F и G, с одного и с другого. И, соответственно, мы реконструируем те детали, которые... Не возьмем детали с другого изображения. Это задача объединения информации. Другая, Fusion, да, задача. А реконструируем детали своего изображения, но только те, которые имеют достаточное сходство с деталями изображения справочного. Ровно та же идея, но никакой сегментации. Да, и формально, конечно, тут получается морфологический фильтр, я просто не буду там все формулы показывать. Вот ровно такой же морфологический фильтр диффузный. В данном случае совершенно четко. Ну вот формулка. Ну важно не это, важно, что мы, собственно, получаем. Ну вот в классической задаче мы получаем что-то вот такое, где выделяется этот самый конус. Это в одну сторону, это в другую, да, когда мы выделяем отличие, ну, изображение F относительно G или наоборот. Вот жизненная задачка. Вот взяли, положили журнал какой-то, бутылку поставили. Ну вот видно там, да, выделилось чисто то, что поставили. Вот, пожалуйста, лицо человека, снято чуть в других условиях и с другим ракурсом. Видно, что внизу справа, видно там, да, детали-то. Выделилась родинка, бакенбарды, что-то еще. То есть те элементы, на самом деле, которые были не видны из-за разности в ракурсах. Пожалуйста, объекты, которые появились. Ну вот хорошо видно дорогу, например, наверху. Это в некотором масштабе сделано, поэтому, скажем, стадион-то не выделился весь. А вот для того масштаба характерно дорогу выделилась. Видно, что выделилась дорога, которой не было. Вот тоже красивый пример. Два дома. Точнее говоря, это один дом, снятый на разных этапах постройки. Вот слева у него нет еще окон, справа окна уже вставлены. Слева не выращены цветы, а справа они выращены. Это жизненный снимок. На самом деле, если вы попробуете приложить две картинки, они очень сильно различаются по геометрии. Но вот метод, который мы предложили, ну, как видно, позволяет прямо на уровне картинки получить вот те элементы, которых не было. Ну, вот классическая задачка выделить при наблюдении, на самом деле, с подвижной камерой, если здесь тоже посмотреть внимательно, объекты. Ну и, наверное, на этом я на сегодня закончу. Хотел только вот обратить ваше внимание, что вот очень много зависит от терминологии. Вот мы пользуемся вот терминологией, связанной с морфологией. Многие группы используют примерно такие же методы, но вот таких, как я последние показывал, пока нет ни у кого. Это совсем свежие наши. А вот то, что мы называем диффузной морфологией, очень многие называют guided filters, guidance filters. Но они разные обоснования имеют, и не все являются там морфологичными в строгом смысле. Но, на самом деле, результаты при помощи них очень интересные получаются. Очень хотел обратить внимание на статью, которая называется rolling guidance filter, вот эта вот, которая позволяет получать замечательную сегментацию изображений вот в таком духе, где фальшивые контура, вот почему фальшивые? Вот, например, хорошо видно на примере кубика рубика, где, на самом деле, отдельные фасеточки, но человек видит при этом белую область, синюю область, красную область. Вот этот метод, он позволяет в некотором смысле работать так, как работает зрение человека, с обобщением. Он дает очень хорошие вот такие вот постоянные контура. И он основан как раз на guided filters, то есть это аналог вот наших морфологических диффузных фильтров. Ну и, собственно, последнее, что я не успел рассказать, ну, может быть, это и к добру, это, собственно, а что же за теорию на сегодня мы имеем, а мы ее имеем, которая объединяет проективную морфологию и диффузную морфологию. На этом, видимо, все. Спасибо. Спасибо. А, а можно еще одну минуту буквально? Вот 30 секунд. Сейчас, вот забыв про все про это, я хотел вот сказать последнее, чтобы все-таки было понятно, ну, всякий кулик там хвалит свое болото. Да, понятно, что если я вот специалист в морфологии, я вам всегда буду рассказывать, что морфология – это самое замечательное, что есть на свете. Вот на самом деле нет. В компьютерном зрении на сегодня, вот если мы посмотрим, когда морфология была предложена, вот там, 80-е годы, были по три гигантские конференции в год чисто по морфологии. Сейчас этого нет. Есть одна конференция, довольно захолустная, которую держат там олдскульные морфологи, и есть множество методов, которые уже не называются морфологическими, но которые можно так интерпретировать. С чем это связано? А с тем, что всех в компьютерном зрении победило глубокое обучение. Значит, ну, это просто клинический факт. Вот мы сами большинство задачек сейчас решаем при помощи глубокого обучения. Но грезится нам, и это, собственно, не только нам, а вот я со многими специалистами по морфологии в мире разговаривал, что на каком-то глубинном уровне очень может быть, что следующий ход развития именно глубокого обучения будет связан с возрождением идеи морфологии. На это, в частности, указывают вариант глубоких сетей, который основан на автоэнкодерах. Автоэнкодер — это совершенно морфологическая штука. Это сегментация и реконструкция. И несколько уровней такой сегментации и реконструкции. На самом деле, в морфологических работах такое встречалось еще в 80-е годы, но просто именно части обучения не хватило. Вот поэтому есть... То есть можно сказать, что все-таки главная проблема морфологии на сегодня не в том, как преодолеть всякие красивые математические сложности со всякими операторами, которые мы можем напридумать, а главная проблема в том, как нам сочетать красоту и структурную понятность морфологических подходов к анализу любых данных, с которыми мы имеем дело, с теми элементами обучения, которые необходимы, чтобы достичь тех вероятности решения практических задач, которые на сегодня требуются, и которые обеспечивают подход к основному глубокому обучению. Вот на этом, наверное, я все-таки закончу. Все, я прошу прощения, что еще такой кусочек. Все. Ну, а теперь вопросы? Дубина обучения, это появилось лет пять назад, а, наверное, вот эта тенденция снижения, как говорится, морфология, может быть, не пять лет. Я боюсь, что вот, ну, не так, вот, скажем так, что до этого снижение было связано во многом просто с приходом нового поколения. Это всегда так. Приходит новое поколение, новому поколению нужно новое знамя. Ну, не секрет, что вот это знамя морфологии, причем именно в том варианте, как его вот раздували Сера с командой, те ребята, которые до сих пор держат журнал «Математика и Лимиджин», там вот французские, просто им нужен был флаг, да, и они взяли, воспользовались, но если вы посмотрите на морфологию Сера, вот самую классическую, вот эту бинарную, которую я вначале рассказывал, да это же чисто топология, просто это покрытие, ровно в тех же терминах, если на них посмотреть. У них был учитель, там, Матерон, они взяли, сделали его просто практическое применение к обработке изображений, на самом деле они анализировали платы печатные. Вот, а из этого они раздули большую теорию, подняли флаг, и весь мир там увлекся этим делом, ну, потому что действительно оказалось интересно. Но пришло новое поколение, ему понадобился новый флаг. Прежде всего, это было связано с тем, что непонятно, как решать проблемы с трехмерными данными, если брать классические морфологические методы, хотя, как мы видели сегодня, вот методы, которые очень сильно связаны, идейно их можно вполне тратить, как морфологические, как раз замечательно сегодня решают задачки, в том числе и с анализом трехмерных данных, причем даже гибких. Но, как бы, уже просто время прошло, и этот флаг там не был выкинут. Мы вот это так понимаем. А второй момент, вот, видимо, связан с тем, что все-таки, ну, мы так считаем, это, может быть, нам так приятно думать, что у морфологии есть несколько сторон, и одна из них вот очень сильная связана как раз вот с компаративной морфологией, которая сравнивает образы между собой, а это все-таки идеология Пытьева, которая вот на Западе, она не была поднята на флаг, и без этой второй половины морфология выглядит довольно ущербной. Как только мы вот эту вторую половину используем, возникает вот это вот теоретическое большое обобщение, которое вот я сегодня пытался рассказать. Ну, я думаю, что с учетом того, что последние годы это явно происходит, я вот общаюсь с большим количеством людей, там, ну, некое оживление происходит именно в связи с тем, что все поняли, что вот подход просто давай возьмем и обучим, он имеет предел. Он дает замечательные результаты, но он имеет предел. А дальше мы все равно должны вернуться к тому, чтобы понимать, как мы строим свои модели. В некотором смысле, морфологиями это модельный подход. Модельный подход — это более широкое понятие, это обычно говорят про трехмерные модели, но смысл такой. У нас есть некая модель, где мы понимаем, как наш образ образуется. И идея просто, давайте возьмем, ну, там, те же конволюционные сети, давайте просто возьмем и построим огромное количество фильтров, из которых отберем какие-то, которые будут информативными. Она имеет свой предел, а предел этот связан с отдельным образом. То есть, когда мы берем отдельную картинку, отдельного человека, отдельного, там, не знаю, слона, отдельную машину, отдельный самолет, она работает замечательно. Как только мы берем какую-то группу образов, это все рассыпается, потому что слишком много сочетаний. Вот просто уже даже для большой сети это оказывается переборно. А морфологические вещи там работают, ну, вот, судя по тем работам последним, которые я вижу. Поэтому я ожидаю какое-то сочетание вот здесь. Думаю, что если оно будет найдено, то, может быть, будет какой-то ренессанс в морфологии реальный. А если не будет найдено, ну, много теорий, которые в свое время были построены, там, и на сегодня благополучно забыты. Почему мы должны считать, что то, чем мы занимаемся, избежит общей участи? По поводу вашей инновации, я не помню, как вы это называли, когда у вас еще возможные стрики. Референтные фильтры мы их называем. Чувствуется такой возможный какой-то алгебраизм, потому что вы, как бы, результат есть, в каком смысле, решетчиный инфинум, изменение в двух направлениях, сдвиге и добавление там чего-то. Ну, оно не совсем так. Может быть, еще там дополнение. Нам не важно, какие преобразования, нам важно сохранять цели формы локально при этом. То есть, это как раз вот геометрический подход. Он, может быть, выглядит, но поскольку мы говорим про фильтрацию, ну, вот мы говорим в терминах Пытьева, там, фильтрация, вычитание, там, особенностей, но на самом деле это алгебраический подход, в смысле, геометрический, по сути, подход. То есть, что мы делаем? Мы устанавливаем связи между элементами одного изображения и другого изображения, и именно оцениваем их взаимное сходство и несходство. Поэтому нам не так важно, какие преобразования, ну, не так. Вот здесь наши признаки инвариантны к некоторым преобразованиям, то мы сможем это отследить. Если они инвариантны только к сдвигу, то будет то, о чем вы говорите. Если они инвариантны еще к вращению, то есть можно еще вращать. Если они инвариантны к афинным преобразованию, то можно еще что-то делать. Если гибким, ну, например, мы скелеты используем для описания каждой области, там, в общем, некое богатство там методов возникает. они все-таки ближе, как ни странно, к Манифолт-Леониду. Они выглядят как олдскульная морфология, но на самом деле идейно они близки к Манифолт-Леониду, потому что мы рассматриваем, можно так сказать, в неком внутреннем пространстве, пространство областей, и сравниваем их там в духе Манифолт-Леониду. Оттуда возникает вот это диффузное ядро, но ядро уже не локальное, которое на пикселах устроено, которое размывает пикселы, а ядро, которое работает с целыми областями здесь. В этом смысле эта идея, она очень богатая, но, к сожалению, она сильно зависит от сегментации, с практической точки зрения. Спасибо. Я как раз хотел задать вопрос про другие для образования. Тогда вопрос такой, а все-таки пару слов о сложности этих алгоритмов. Какая там сложность? Сложность каких алгоритмов? Вот этого конкретно? Ну, вообще вот... Например, вашего нового, потому что там количество прогонов изображения увеличивается, и если они сложные и без этого, а это правда, высчитывать и ядра, и вот это... Не-не-не, вот смотрите. Значит, мы как раз стремимся... Ну, мы же авиационный институт, мы все стремимся делать на борту и в реальном времени. Значит, на самом деле мы просто не берем сложные алгоритмы в рассмотрение. Они могут быть не совсем реального времени, но близки к нему должны быть. Значит, в данном случае это быстрый алгоритм. Ну, я еще раз говорю, это зависит от сегментации. На самом деле самое большое время занимает сегментация. Как только мы провели сегментацию... Ну, для сегментации есть быстрый алгоритм. К сожалению, они не очень стабильны. Вот это основная проблема. Но для таких искусственных картинок они работают замечательно. Почему мы показываем искусственные картинки? У нас есть примеры на естественных картинках, но просто не хочется вводить в заблуждение и говорить, что всегда работают на естественные картинки. Вот второй метод всегда работает на естественные картинки, а этот нет. Значит, здесь что происходит? Здесь сегментация. Как только сегментация закончена, мы ушли от гигантского количества пикселов к векторному описанию картинки в виде набора областей. Области мы описали уже либо полигонами, либо стелетами. Мы любим технику Мистецкого, она быстро описывает все стелетами. Но сначала полигонами, потом стелетами. А потом их очень удобно сравнивать. Там много признаков всяких приятных получается. Они очень быстрые, это же векторное вычисление. И областей все равно всегда на два порядка меньше, чем элементы в картинке, пикселов. Соответственно, как только мы оценили сходство областей, мы откинули те, которые совсем не имеют сходства. То есть это очень разрешенное ядро на самом деле. И для тех, которые имеют небольшое сходство, мы посчитали, что это в табличной форме считается такое сходство. То есть это довольно быстрый алгоритм. После того, как мы сделали сегментацию, сегментация не всегда хорошо проходит, и не всегда быстро, если пытаться делать хороший алгоритм. У нас в последнее время появилось несколько быстрых, хороших алгоритмов сегментации. Мы в последнее время древовидную сегментацию рассматриваем. Есть несколько вариантов. Есть деревья и оцу, есть альфа-деревья. Альфа-деревья используем, но деревья и оцу лучше работают. Вот в нашей практике. А плюс еще деревья и оцу связаны с другим вариантом морфологии, который называется морфлет. И мы тоже его докладывали тут на разных конференциях. И там напрямую можно сразу коэффициенты считать. Прямо сразу на деревьях. И это тоже очень интересно. Но это отдельная история. Сегодня даже не хочется про это говорить. Как я понимаю, сегментация для вас очень важна. В таких алгоритмах. Но мы специально породили другие алгоритмы. Вот теперь рассказываю про вот эти алгоритмы. Вопрос был задан про сложность. Вот я про сложность объясню. На самом деле идея та же самая. Вот это то, что мы делаем, но только здесь он действительно многомасштабный. Но фокус в том, что мы же все равно на борту делаем алгоритм улучшения изображений. Ну, скажем, что-то типа ретинекса. Он все равно многомасштабный. Мы все равно считаем некие статистики по областям. Так вот мы совмещаем, мы запихиваем это внутрь ретинекса. И совмещенный алгоритм, который делает и это, и ретинекс, замечательно еще и выделяет особенности нормализованные и так далее. То есть мы выхитряемся это запихнуть внутрь ретинекса. То есть сложность его не выше, чем ретинекс. Вот то, что я сейчас здесь показываю. Там есть, значит, некая тонкость. Вот если мы хотим, чтобы мы сильно адаптировались к большим сдвигам на изображениях, то мы должны неким образом считать еще коэффициенты сходства. Там есть поисковый элемент, да, вот корреляция. Ну, есть много способов непрямым образом считать корреляцию, которую мы используем. Но, в принципе, если в лоб делал, то как раз корреляция занимает большее количество времени. То есть, грубо говоря, это алгоритм, как алгоритм корреляционной привязки одного изображения к другому. Ну, вот столько времени занимает. Но мы используем много всяких фокусов чистого числителя. Ну, потому что я рассказываю здесь чистые идеи, вы же понимаете, а когда мы говорим о практических применениях, ну, как у всех, у нас есть какое-то количество там фокусов в кармане, которые мы периодически вытаскиваем для того, чтобы сделать побыстрее что-то. Ну, это все, вот это работает в реальном времени. Вот это сейчас работает в реальном времени на борту. Мы это сделали. И внедрили это, летает и работает? Да, летает и работает. Ну, я не буду рассказывать, где летает и как работает, но работает. А в реальном времени для какого работают? Это вот для 720p. Это вот обычный алгоритм для обзорных кадров. Для выделения отличий на серьезного, на разносезонных изображениях, это уже только, конечно, на Земле, и не в реальном времени, но не очень долго. Это речь идет там про секунды, а не про часы. То есть это работает довольно прилично. Вот та штука с сегментацией, она иногда дает очень красивые результаты, но работает нестабильно. Пока мы не нашли хорошую стабильную сегментацию, но работаем над этим. У нас есть вот сейчас несколько алгоритмов тестирования, и я надеюсь, что мы, может быть, даже еще в этом году уже сможем тоже опубликовать какие-нибудь хорошие результаты сегментации. Потому что как только нам удастся наладить стабильную сегментацию, вот эта штука заработает так, как не работает ничто в мире. Вот на сегодня ни у кого в мире вот такого результата нет. Ну, потому именно, что он вот такой, на пересечении вот этой старой морфологии и вот этой новой основы на манифолдах. Спасибо большое. Ну, вопросы исчерпались, но мы получили от вас большое количество ответов. Так что давайте поблагодарим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.